Всем привет, вы на канале CryptoCommons, ребята, это быстрый апдейт по биткоину и главный вопрос на сегодня, конечно же, для тех, кто трейдит этим, для тех, кто торгует этим интродэй здесь и сейчас, это то, нарисует ли биткоин голову Барта Симпсона в очередной раз, как он это много раз любил уже делать. Или не нарисует, и мы пойдем выше, отбившись от потенциальной вот этой вот трендовой, допустим. Это может быть даже не прямая трендовая, а экспоненциальная кривая, которой мы касаемся уже прямо здесь сейчас. Вот, это главный вопрос, напишите в комментариях свое мнение, а также обязательно ставьте лайк, если вы тоже интересуетесь криптой и проверьте, подписаны ли вы на наш канал. Подписываясь на наш канал, оставляя комментарии, вы автоматически участвуете в розыгрыше. Я вам напоминаю, что когда мы пробьем 100 тысяч подписчиков, у нас будет очень крутой мега супер крипто розыгрыш. А я вам напоминаю, что осталось всего полтора дня до начала соревнования WSOT на бирже Bybit. По ссылке из описания переходите, обязательно вступайте в нашу команду CryptoCommons. Итак, чтобы понять, что произойдет с битком, тем не менее, нужно посмотреть на то, как ведут себя другие активы и где крипторынок. Лайткоин, который упал у нас с вами на халвинге, обратите внимание, что в принципе этого даже не видно, что он упал. Лайткоин просто на двухнедельном таймфрейме, ну вот, давайте на недельном посмотрим. Да, лайткоин просто путешествует в своем накопительном канале. Причем, если вы посмотрите, ему еще есть куда упасть здесь, вплоть до 63 долларов. Вообще спокойно. Тем не менее, да, помните, что халвинг в долгую все-таки должен отыграть в цене положительно. Поэтому успейте, скажем так, накопить лайткоин до того, как он выстрелит. Может выстрелить на самом деле и раньше, потому что, если вы посмотрите, многие альты уже себя хорошо чувствуют. Шиба, смотрите, шиба похоже, что разворачивается. Я, кстати, перед прошлым пампом вот здесь об этом говорил, но для этого сначала нужно пробить хотя бы вот этот уровень сопротивления, который мы сейчас пробиваем, да. Ну, не знаю, шиба, зеленая точка. На самом деле выглядит интересно, шиба. Просто рандомно в нее ткнул. Трон тоже выглядит более интересно. Посмотрите, у него устойчивый аптренд достаточно в этом канале. Поэтому здесь по альтам на самом деле надо смотреть. XLM тоже, посмотрите, как недвусмысленно развернулся и пробил свое сопротивление. Вот многие альты можно, на самом деле, если вам нужно подтверждение, подбрать уже вот здесь на пробитии сопротивления на недельках. Но учтите, что там внутри этой зеленой свечки, там будет еще ого-го какой откат. В часовиках там будет вот такое мясо, поэтому не стройте иллюзии, что все так просто, как оно на недельках выглядит. XRP очень бодро откупили на полонексе от нуля. Ну, вообще, XRP, в принципе, очень бодро откупили тоже, что свидетельствует о том, что рынок-то на самом деле уже бычий. Вот что. Есть, конечно, аутсайдеры типа Zcash и Dash, которые вообще все валятся и валятся, но их как раз, на мой взгляд, надо откупать. Посмотрите. Когда, если не сейчас, друзья, все те монеты, которые вы так хотели. Единственное, что, Matic, BTC, на мой взгляд, все еще очень высоковат. Давайте все это уберем, что я рисовал. Просто взглянем на график. Да, зеленая точка, да, низкие значения, да, можно здесь какой-то коридор. Это Matic именно к биткоину. Но вы же понимаете, что такие коридоры чаще пробивают пробито, потому что, ну, это как бы, блин, ну вот у него предыдущие средние значения, понимаете? И, как правило, он куда-то хотя бы туда, куда-то туда на ретест еще ходит, перед тем, как что-то дальше показать. Посмотрите, как это было здесь. Мы даже low этот переписали. Поэтому то же самое по BNB. BNB тоже, на мой взгляд, очень дорого стоит к биткоину. Посмотрите. Да, он сейчас в отскоке. Да, он будет еще, наверное, подрастать. Но я его потихонечку шарчу его на Femex в кросс-марджине под 0%, продаю и беру на него другую альту. Как я вам уже показывал, сейчас я разгрузил немного этот портфель, потому что мне нужно было выводить. Вывел оттуда средств, но, короче, догружаю BNB Short. Биткоин трэш давайте посмотрим. Биткоин трэш, на самом деле, уперся в свое глобальное, опять же, сопротивление к доллару. Посмотрите-ка, и от него-то и отвалил. И красная точка. Поэтому, возможно, что вообще это было фейк ралли по нему. Биткоин кэш к биткоину тоже. Но вот сейчас у него сильный уровень, на самом деле, биткоин кэш к биткоину. Это сильный относительный уровень вот этой поддержки. Если он сейчас его удержит, ну, можно будет еще раз лонгануть, попробовать биткоин трэш. Аудио, вон, какое дешевое, ушатали вообще в мясо. Аудио, на самом деле, надо подбирать дэш. Собственно, я сейчас так и делаю на кроссе, на фемиксе. Аудио дэш подбираю, только дот, там, авакс, всякую такую дешевую шляпу. Эфир классик, кстати. Каста я вообще молчу. Вы говорите, что я молчу? А что тут говорить-то? Просто докупайте и все. Я докупил каста еще, наверное, x2 на этом падении. Как бы, ну, тут минимум на x10 отстрел. Вот, каста на споте, на байбите, собственно. Там же, где и турнир WSOT, ребята, начинается уже меньше, чем через два дня. Поэтому, чуваки, там огромные призы и плюшки. Торгуем, как обычно. Добавляемся в команду, если вы еще не добавились. Так, поэтому что? Я думаю, что на самом деле все будет отстреливать наверх. Отстрел наверх будет внезапный. Ну, а знаете, в чем прикол-то? Ну, надо посматривать еще за эфирчиком обязательно. Ну, надо посматривать еще и за эфиром, конечно же, как за локомотивом всего этого добра. Вот, как он поведет себя. Я думаю так, ребята. Вот в сухом остатке, я думаю так. Я думаю так. Если мы хотим не видеть Барта Симпсона, да, если мы хотим видеть продолжение тренда, то, я думаю, что вероятнее нам сначала дадут закол. Нам нужно увидеть закол вниз, ложный как бы, куда-то к уху Барта. И потом отстрел наверх. Вот это то, где я бы покупал агрессивно. Между 0,5 и 68 Фибой, 61,8. Между 27,500 и 28,200 где-то. Короче, 28,27,500. Вот что. На мой взгляд, вот это был бы бычий сценарий, если мы сейчас начнем падать. Но если мы сейчас начнем пампиться, на мой взгляд, это как раз будет тревожный звоночек. Я бы там не ланговал пока на пробитии вот здесь, хотя можем улететь и на 35. Но вот такую штуку, ложный перехай на 32 и слить потом вниз могут вообще легко. Или просто дорисовать хотя бы волосы Барта и потом вниз. Поэтому я бы, конечно, лучше ждал проливчик локальный, если мы говорим про скальптрейд. А если мы говорим про ходу, вторые плечи, то вообще не парьтесь, чуваки. И напоминаю, что биткоин стоит все еще в 2 раза дешевле, чем он должен стоить в среднем. Ну и там раз в 10 дешевле, чем он стоит на пиках пузыря. Поэтому тупо ходу аккуратно. В небольшом плече можно набирать ланги смело на байбите. Ну не на те монеты, как Ripple, конечно, уже, которые вот так вот улетели. А на те, которые на дне еще желательно. Ну даже Ripple, посмотрите, что сделал. Даже Ripple откорректировался уже плюс-минус до... Ниже золотого кармана, кстати. Вот, что, Ripple надо ловить, походу. Там, где он сейчас. Вот. Не смотрите на мои позиции. Я сейчас буду хеджироваться, все это руками закрывать, переоткрывать. В этом, собственно, и весь трейдинг. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Добавляйтесь к нам в команду. Все ссылки в описании. Добавляйтесь в Telegram-чат. И я лично думаю, что будет что-то вот такое. Потому что будет закол типа вниз сейчас, а потом полетим наверх. Потому что, смотрите, вот здесь у нас был шартовый уровень. Здесь был шартовый уровень на 15 минутках. А здесь у нас были ланговые уровни. И получается, что нас зажали в такой некий коридор, что ли, уже достаточно давно. Вот RDR. Вот он, этот коридор, 25-30 тысяч. Так что держите просто это в голове, что мы все еще можем упасть в тысяч на 26. И сделайте так, чтобы вас не смыло. Всем удачи в торговле, профитроле и до следующей встречи. Пока.